здравствуйте мои дорогие орхидейные друзья ну вот хотя я недавно полила вот этот подоконник но у меня тут и есть и полные роспуски и что-то там хотелось поменять местами я не я в торопях их переставила вот когда поливала недельку тому назад и вот сегодня не смогла вот я если мне меня что-то вот держит что-то что-то неладное мне кажется что я не то сделала то я пока не не исправлю я не могу спать и вот пришла я занялась вот этим подоконником это подоконник в кабинете кто узнал то я подумала что сниму несколько распусков потому что опять получится как я снимала в в спальне я вот там то мы болели то пока я снимала в то другое как когда я начала там снимать то я поняла что там очень много всего нужно показывать постаралась я побыстрее но все равно 50 с чем-то минут это капец извините за выражение так что я думаю все будем по чуть-чуть снимать а то сейчас вот вот уже скоро я буду снимать полные распуски потому что у меня вот даже вот жива который я называю жива мне поправили потому что я так и думала что по-английски она по-другому точно по-другому читается и эта красотка читается правильно джайв будем знать вот она в полном распуске потому что у нее так где который ее розетка вот она ее розетка у нее нет другого цветоноса вот это у нее единственный до немного цветов но это полный распуск пока я буду вот снимать скоро тоже буду снимать уже полные распуски буду наверное по отдельности даже даже думаю еще еще не решила как снимать вот на каждый цветочек или папа несколько но хотелось бы вот каждому уделить внимание именно когда они в полном распуске чтобы они остались в памяти в моем так называемом потому что это и есть мой канал это дневник архамана это она а хочу я вам сегодня показать вот давайте начнем вот с этого красоту на вот это мой повороте пилорик то что я его вот сформировала еще вот недельку назад когда ну помните в прошлое в последнее видео когда я его снимала я говорила что хочу поднять как-то на одну дугу как бы на одну гирлянду но не получалось как я не старалась не получалось и вот так у меня вот как он выглядит и про розетку ему я тоже рассказывала что он у меня из стареньких вот не помню 2020 да нет это наверное перепутала со вторым потому что у меня 2 из 2020 а это у меня первый ну это 19 по моему год или может быть начало 20 а нет это 11 нет это по моему бирка потому что это не первый точно это у меня где-то 2 есть пилорик то вот по моему надо посмотреть и вот по фотографиям потому что я точно помню что этот у меня старше первый пилорик моей коллекции вот этот пиратик который в этом году первый раз как он так подумал чудить но вы знаете вот я сейчас к нему мы сейчас сейчас давайте про этого а то я хочу все я так быстро быстро хочу и потом путаюсь и не успеваю смотрите какая какая прикольная у него розетка прямо елочка и смотрите какая длинна видно что что это не не молодое растение видите оно такое прям очень много пар листьев и вы знаете он так хорошо цветет вот смотрите тут вот свел потом он пропустил несколько пазух пазух и аж вот смотрите как высоко мне вот интересно почему он так сделал потому что не часто я встречаю чтобы цвет цветы вот так чудили чтобы не выпускали вот цветоносы да довольно много пазух смотрите 1 2 3 4 и аж в пятую он подумал цветонос вырасти вот это не новые цветоносы это дорожные это летние у меня цветоносы и вот видите вот это у меня дорожные потому что видно вот он так это не сломанный это он так дорастил то что лампа была в другую в другую сторону и он и это тоже такой вот чудненький ну а вот тут а были вот цветы летнего цветения красавец он мне очень нравится вот он так сформирован вообще хорошо выглядит как вам кажется мне кажется что он так красавец правда и это его винная винный оттенок он еще такой сочный потом он будет были более такой подпаленный какой-то но все равно красивый все равно он всегда красивый и последний где-то у меня было я прям сфотографировала первые дни цветения и прям уже практически последние через по моему даже не помню сколько там месяцев там прошло и все равно красивый очень красивый цветочек вот видите вот эта вся руль рюша с то есть у него и не тоненькие у него вот такие резиновые чуть-чуть лепесточки хотя не сильно вот толстые вот по но вот такие не тонкие точно не тонкие ну вот это мой повороте вот по таких розетках я даже купила одну розетку она прямо у меня так и подписано что будет какой-то пилор но я не уверена я не цветущие купила мне очень интересно она где-то у меня растит цветонос надо будет посмотреть что-то потому что вот очень по-моему она у меня в спальне на на стеллажике наверху потому что прям очень интересным я посмотрела у меня практически вот все таки пилор они как-то вот как ушки кролика вот в одну сторону не классически не вот такая классическая вот в одну сторону а как бы вот вот этот сюда идет да ну интересно вот повороте вам показала пойдемте дальше ну а следующий вот этот у меня такой с такими красивыми листьями у меня вот новый распуск ну вот смотрите видите я думаю что это или formation или и вот кто там какой-то леопард розовый леопард да потому что вот из этой серии как манхэттен манхэттен манхэттена я сразу вижу и знаю потому что у него как бы и губка в крапе на крапе стоит такая губа более а вот у остальных вот двух у formation но они очень схожи я никак не могу вот разобраться кто есть кто вот вы знаете кто этот красавицу вот он у меня очень давно он был какой-то вот видите даже листья у него были не краписты и такого какого-то желтоватого вот 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 так видно видите вот такой какой-то желтоватый оттенок но вроде бы нормально так не очень шибко раз растил но не прямо стоял без без но и не цвел вот не цвел не цвел по-моему два года или три даже но я купила его от цветашкой и я очень надеялась что это парфюмерная фабрика потому что их у нас не было тогда совсем я когда увидел эти листья и думаю так саяк парфюмерных же не видела в магазинах я видела только потому что у него парфюмерных не такие длинные листья и я тогда посмотрела думаю точно вот это парфюмерка и купила 50 лей вот наши которые без без цветов и ждала его ну видите не были такими прямо красочными но виден был краб краб не знаю по каком вот этот с этим листом я его купила ведь этот сам маленький потом да потом вот эти три он вырастил у меня а не ждала его и ждала по моему почти что три года он не цвел и зацвел первый раз прошлом году тоже зимой по моему и когда он распустился я прям прям хохотала потому что я точно думала что это будет парфюмерная вот знаете такая смешная но я уже у меня уже их было что мне стоило сравнить листья и увидеть что у парфюмерных не такие удлиненные вот более саблевидные такие листья ну а не овальные но все-таки удлинён ну вот так но я порадовалась потому что мне манхэттен очень нравится и вот такие вот мелкий краб не очень близок у меня даже есть вот я прям охотилась на несколько вот на такую вот интересную которая белая но какой-то краб бордово-коричневый на ней но это не из стюартян шалериан и вот этого ну простой фаленопсис но вот с такими болями не вот это этими розово-фиолетовыми крапинками а более такими бордово-коричневыми и наконец-то я нашла в прошлом прошлом году он меня еще в домашнем не цвел очень жду очень надеюсь что расцветет красиво то что мне вот крапинки вот эти мелкие вот не разонравились если большой краб не еще смотря какой как могу еще фырнуть носом там что-то мне не нравится таким и как говорит одна моя орхидейная подруга снежана нам говорит да ты балованная галя так называет не знаю откуда у нее эта фраза на мне вот нравится когда мина меня так называет она мне что-то присылает какой-то цветочек говорит так себе она говорит ну балованная ты галя вот так смешно бутоны тоже очень красивые видите какие лиловатые такие и вот эти прошлый раз тоже примерно так и цвел ну он слава богу что начал цвести а уже потом посмотрим потому что мне кажется что это сорт он может цвести и по так по шикарнее ну вот показала вам красавца такого он более фиолетовый вот надо будет поставить рядышком мне кажется что махэттен более такой более в розовый этот более в такой лиловато-сиреневато-неоновый видите есть такая вот более друг друг другой оттенок но посмотрим как будет когда будет полный роспуск надеюсь и манхэттен тоже останется и будем мы не только их сравнивать у меня там есть идеи для видео сравнивания вот я посмотрела вот видео с альбуфира и пескары немного так ну как много не если мне бы сказали три месяца назад что видео практически 2000 просмотров то я бы сказала уху это хорошо ну а сейчас когда вот есть на другие видео там по 5 7000 а там 1900 где-то так но все-таки я думаю что это все равно они видео полезные потому что кому-то будет очень полезно даже но это просто более узкая такая вот ниша каждому с свой сорт но будем будем сравнивать потому что мне это очень интересно ну дальше пойдемте не могу не показать вот эту девочку хотя я хотела уже подождать пока будет полный роспуск что немного осталось но вот смотрите я ее сформировала чуть-чуть вот по такой букетик по компакт не получилось очень классно и хотела хотя бы вот пару минут вам показать ее потому что вот мне удалось были они как-то в разные стороны смотрели не знала я если получится не у всех конечно получилось с теми которых я вот хотела их сформировать и вот у некоторых не как вот сам франциско сейчас покажу а вот эта девочка прямо классная прям очень классная она мне так нравится вот прям оттенки но очень классные тут и надеюсь что вы тоже видите ее как как и я но тут оттенки знаете какие они как-то идут многослойные какие-то поближе к лампе посмотрим что нет они более светлее вот тут лучше они идут как бы вот как многослойные кажется что внутри лепесток какой-то бежево-бежево-персиковый потом идет какое-то розовое напыление потом вот эти венки более лиловые и какой-то еще золотисто-неоновые напыление вот вот видите вот он очень такой многогранный и особенно на некоторых даже есть какие-то сплэшики где-то я видела вот смотрите вот видите красивый очень красивый цветочек ну посмотрим его подольше когда будет уже полный роспуск потому что обязательно надо будет посмотреть на каждого нужно мне посмотреть как лампу поближе по чтобы все хорошо видели ну вот красота идемте дальше вы знаете сейчас хотела вам снять вот эту она прям пазликом она вроде бы нету никого близко к ней но у нее такие вот розетка такая огромная но это из стареньких мы что она прямо вот я не могу не смогла ее снять сейчас попробую ну красотка ты огромная просто вот она огромная красотка с такими прям очень такими крупными крупная розеткой крупными листьями прям вот смотрите какая она это у меня старушка анки она вот венозник но очень красивая на золотом фоне такие фиолетово-неоновые прожилки вот очень активная неонная середине он вот у колонки тут и смотрите какая губка красивая вот видите ну прям все с нее у нее тоже такие резиновые вот там лепесточки и конечно она вот всегда растет вот прям у меня всегда стоит тут подпорка такая не из одного цвета но содержателя из двух то что у нее всегда вот такие деревья ну позапрошлый был пик ее цветение было по моему 38 цветков в прошлом году было 20 чем-то не так уж много или даже меньше 20 18 помылили что-то ну как бы она отдохнула чуть-чуть вот сейчас я не могу понять сколько будет потому что вы знаете когда вот ответвление она дает ответвление она может и по два-три бутончика вот видите вроде бы немного бутон но в конце когда будут будет по по два-три бутона везде все равно будет красивое цветение но думаю что в этом году тоже не будет такой прям пик ее возможностей но очень красивая это у меня из прям старушек она у меня идет подаренная из моих подаренных не которые не я купила это значит раньше 2016 года но когда точно не могу знать вот такая гигантка ну прям очень красиво цветет вот они я никогда не думала вот подарить и продать мне она очень сильно нравится вот такая красотка да будет интересно посмотреть на нее когда вот все это распустится и надеюсь что она будет красиво цвести и все все распускать нить вроде бы она так не замечала и за ней чтобы она сушила что-то ну смотрите тут ответвление раз два три 4 5 на хорошо молодец вот такая вот анки красавица идемте дальше а вот эта красотка с названием вырви глаз ну как по-другому она прям очень очень яркая но вы знаете она была темнее и вы помните я говорила в прошлый раз что я ее прям купила из-за того что у него черный у нее или у него полинопсис он цветок она орхидейка она черная губка но вот если присмотреться то видно что она темная но не черная вот когда ее купила это идет но у нее был тоже цвет я купила ее на дуге и у нее было как бы доращивала цветонос вот что было не было вот это первое такое это ответвление от магазинного цветоноса да если кто-то вообще не считает если ответвление от магазинного вот она растит цветоносно верный вот кто-то посчитает что вообще это будет полноценное такое домашнее цветение но все равно она очень-очень крупная ну как не крупнее моего сюрприза но все-таки она крупная и очень-очень яркая очень красивая но такая обычная вроде бы вы увидите 100 таких в магазинах но присмотритесь потому что она мне прямо очень радует глаз не знаю сколько она останется в моей коллекции если у меня не начнут болеть глаза такой яркости но она прям вот нет у меня ничего ярче вот ее она самая яркая и тоже вот такое такая яркость светящиеся изнутри вот вы видите она прямо светильник красиво и изнанка у нее интересно но к сожалению не вижу я у нее черные губы у нее прям было надеюсь найти фотографию поставить там прям черные губа прям я я обожаю черные губы я прям хотела коллекционировать но так редко я встречаю какой-то вот орхидейку с вот прям черной губой ну вот этот такой фиолетовый неоновый бархат прям обалденная но все показали идемте дальше красотку это и вот тоже тут на тот в кабинете но не на подоконнике а на вот этом компьютерном столе у меня вот кто стоит и очень красиво распускает цветочки это цайцуко джаспер на прям красотка такая вся искрится вся неоновая у нее был цветонос да по моему один вот это вот этот но ветвистый такой вот прошлый раз я на прямо недавно начала сушить вот этот цветонос я срезала пониже вижу дальше не сушит и вот она пока что растила вот эти два цветоноса видите как она растит длинный даже тут ответвление но не знаю если будет она ну тут вроде бы нет ну вот распускается красивая она очень мне нравится прям это из азиатских когда он у меня писала такс тут целая такс она у меня 9 октября 2020 и пересадила ее 7 декабря 2020 вот красаточка но очень интересно маленькие небольшие цветочки вот они видите на фоне моей руки но очень красивые такими гроздочками они всегда цветут они красиво и украшает если вам такие нравятся то присмотритесь потому что нет тоже из-за этой ветерюша рюшистости видите смотрите вот эти рюшки пока мне очень нравится мне пул пульчерима очень нравилось но вот когда увидела в живую пульчериму посмотрела но они такие она еще и вредные им эти цветочки такие маленькие а я еще не было такого прямо опыта чтобы прям взять на себя такое и подумала но нет возьму лучше сайцука джаспера и вот он тут сушит но мне кажется что все все нормально сушит правильно то что у него там такс ничего не видно много корней видите он от шейки очень много но сейчас они не растущие но вообще-то он так очень активно растет смотрю тоже белый этот мог от солей надо будет мне кажется что ему надо будет даже посадку поменять то что я не очень я была неудачно я посадила потому что он растет очень высокие цветоносы прям смотрите вот рядышком все мои и где вот это и еще она вот это им на вот вот этой ножки еще бы если был горшочек на на подоконнике еще как бы не так высоко казалось а еще вот эти маленькие цветочки и так высоко надо будет спустить его на землю красавца с небес спустить ну вот показала вам еще вот такого красавца маленького но удаленького он всегда цветет не пропускает ни одно цветение не сушит бутоны вообще просто до любит попить потому что поэтому он и у меня во мхе потому что он так высыхал в этой им посадки магазин и от садовника что прям я не успевала за ними я оставила его во мхе вот так ну это мой красавчик пират пикоти розовый да вы знаете я очень удивилась когда он так расцвел потому что он всегда расцветал с 1 с одной стороны стандартам это мой это первый мой пилорик вот с 7 марта 19 года это первый пилорик в моей коллекции и вот повороте это второй вот ну по моему осенью или да по моему не через несколько месяцев я нашла вот второй пилорик в моей коллекции да вот эти два красавца мои первые и смотрите я когда это увидела я подумала ну ну что же что же так то что он всегда очень аккуратными колокольчиками цветет или уже вот такими стандартами но у него с и стандартные цветочки очень красиво потому что они чуть и рушистые с такими разводами с таким неоновым напылением вот хочу поймать вот есть вот такое светящийся вот видите есть чуть-чуть интересный у него и окрас ну вот вы знаете вон он так подумала расцвести и вот тут то же самое и посмотрю по бутонам тоже смотрите вот часть бутона который ближе к цветоносу она вот такая с изгибом вот как треугольная а вот это видите более мягкий такой вот тут вообще наверное стандарт будет по этому бутону а нет тоже вот видите тоже вот эта часть вот это который ближе к цветоносу вот она тоже она вот такой изгиб побольше ну парка где меньше бутон это уже не так скажешь вот он в этот раз никогда он так не цвел вы знаете я мне нравится когда они цветут один цветану или даже она одной стороне пилорики на другой стандарт или бабочки или я без нет у меня претензий ну вот такое мне не очень нравится как будто как будто один носок одела до 2 забыл ну конечно он он у меня все равно в любимчиках и ему он всегда очень исправно цвел так что ему можно вот он тоже в очень такой старенькой посадки вот такой красавчик тоже с такой розеткой все листья на один бок так что ему можно пока что но следующий раз прошу тебя мой дорогой цвести как нормальный пилорик или уже стандартными нормальными да вот такой все я пожаловалась и пойдемте в конце покажу вам ну из любимых давайте покажу уже не буду жаловаться да давайте а вот эта красотка моя любимая сан-франциско вы знаете в прошлом видео в в спальне там у меня тоже стоит сан-франциско у меня их две и уже не помню как от которой из них старше мне кажется что то старше но что-то мне вот подсказывает что я давно не видела у нас в продажу такие вот горшки не вот такие более матовые поэтому я что-то не подсказывает что это может быть а вы знаете очень может быть потому что что я самую старенькую она у меня была в закрытой системе что-то мне не понравилось я как бы срочно ее пересадила в с тем же грунтом просто в такой горшок и может попался какой-то старенький горшок может быть вот ну видите если не пишем я ее узнаю и у нее тоже чуть-чуть есть краб такой но тут это не краб это трипс покусал ну вот видите чуть-чуть есть такой он не очень активный ну но есть я еще протру листья и он будет лучше виден но не в этот раз не успеваю сейчас наверное следующий раз уже буду за ними ухаживать так вам повнимательнее не только поливать и формировать цветонос а сейчас смотрю на цветонос и не успеваю за листиками ну обожаю вот этот сорт вы знаете как я его обожаю я его видела на фотографиях видео у девочек и я прям влюблялась каждый раз когда его виде и я его узнаю везде вот вроде бы розовый обычный но я вот по форме по я его узнаю он мне вот прям вот прям бросается мне в глаза мне он нравится и по форме и по оттенку оттенок видите какой-то вот серии сиреневатый такой не розовый не просто розовый хотя он до светло розовый когда так смотришь вот видите вот так ну вот видно что там розовее вот вот этот как я говорила что он более сиреневый чем манхэттен вот видите сан сан-франциско тоже вот в этой гамме но красавец прям очень красиво он в полном распуске но почему хотела вам показать ну что рассказала что мне было очень сложно его формировать вот помните я в прошлом видео вам показывала что эти цветочки смотрели вот эти смотрели на эти вот они были как бы смотрели друг на дружку и я тут такую конструкцию создала вот так как то если вы понимаете что я тут делала вот видите вот это один цветонос и вот эти два ответвления от него идут сюда а вот основной цветонос уже пустила туда чтобы хотя бы вот я поставлю вот вот так и смотрю букетик тут сколько у нас раз два три четыре пять цветочком да ну хотя бы и а там у меня четыре цветочка или поставлю вот так и тоже более-менее красивый вот букетик не могли они все вот в одну сторону чтобы красиво вот 9 цветков смотрели красиво на меня и вы знаете вот тот тоже самое делает я не вот и вот не помню в прошлом году я тоже что-то на них обижалась не помню по моему тоже они как-то вот смотрели в разные стороны или что-то в этом роде вот надо по с фотографиям посмотреть я я вспомню вот который знаешь как знаете как и как вот эти балованные дети которых сильно любишь и вот они балуются вот вот и он тоже самое балованный мой ну просто он очень красивый так что ему все можно смотрите какая тут губа ну вот вы видите то что я вижу или вы видите просто обычный розовый цветок как вы видите а я его обожаю просто он просто изумительный не так он нравится вот показала вам красоту мою ненаглядную вот кого хочу показать в конце вот эту мою такую рюшистую волнистую красавицу карину или африканский закат или лоттери принц или голден ривер и может быть у нее еще несколько имен но это вообще так не важно ну очень вообще не важно что она такая красивая что она может быть и вообще без им без имени и это вообще не имеет никакого никакого ой смотрите смотрите какой оттенок вот видите какой-то какой-то бежевый такой присмотре ну вообще когда она раскрывается но очень интересная прям обалденная красавица обожаю я говорила вам что это у меня новенькая карина эту кариночку я купила потому что у меня когда прям в октябре до от цветашкой но был цветочек я 50 лет у меня написано когда я цветашки покупаю потому только они у нас но на цветоносе был один такой цветочек завязший я поняла кто это и ее взяла такая маленькая конечно розеточка ну все нормально с ней так не очень ведь по корням но я на это не смотрю если иногда вот знаете вот этот тоже лист он такой и и стоит ничего с ним не ну вы знаете иногда вот с такими то они потом так начнут расти и так красиво будут цвести что я рискую вот я такая рискованная смотрите какой вот очень интересным почему вот так показываю смотрите у меня вот другая карина она не такая а у меня есть еще одна карина ну то эксклюзивчик то со сплэшами ну она то там прям детка-детка еще смотрите какая она волнистая ну прям смотрите они все зная что мне такие нравятся они все вот так и если вы подумали что это только один цветочек смотрите 2 то же самое ну карина конечно сногсшибательны хотя у меня вот моя то моя старенькая в прошлом году прям такая огненная была я была в шоке она никогда у меня так не не расцветала прям прям практически оранжевый вот такая ярко мне по-моему есть видео с прошлого года на румынском по моему из первых первых видео которые я выставляла но вы знаете после этого она сразу как-то начала вырождать себя вот после цветения она начала прямо с точки роста расти детку детку это я уже высадила ну там не пенек но вот как бы идет растение ну без точки роста и подождем посмотрим что она вздумала потому что она меня растение такое не новенькая ну где-то с 19 года точно и интересно было что она там вздумала ну вот кариночка конечно обалденные обожаю этот сорт наверное в какой-то мутации я бы просто в обморок упала если бы встретила видела бабочку прям но она и в классике в стандарте она просто изумительно красавица вот еще одну желтенькую я прям на днях при принесла сюда и только вот сейчас только полчаса назад я отвечала на на вопросы что некоторые цветочка некоторым не нравится когда их пересаживаю перес переставляют когда мест мест места им меняют но я знаю я же знаю что у меня вот 80 процентов из бутонов которые у меня сушат этой из-за того что я поменяла место ну и что вы думаете вот поменяла 1 красотки желтой то что мне тут показалось что у меня вот кроме карина и вот вот этой красотки у меня нет ни ни одной желтой я подумала еще одну сюда особенно что она стояла на таком на теплом и стеллаже не на подоконнике и она но она еще маленькая даже не думала что она расцветет но расцвела она на мало цветов и думаю ну поставлю ее на подоконнике и вас отсушила один бутон ну давайте покажу ее прям щас вот прямо с этого бутона и начну вот видите прям крайненький бутон она и так немного цветов дала ну было бы 5 хотя вот тут по моему она раньше отсушила когда я с влажностью боролась сначала покажу вам то что она а вы знаете что я когда пошла за ней я заметила что она вот и начала спрашивать у своих оказывается помните я в прошлом видео не позапрошлом ну-ка когда я не показывала в в зале показала такую не до бабочку не до бабочку не до ракушку такой персиковая розовую да я не понимала что с цветочками какие-то коцаные они были оказывается что эти две красотки падали ну все быстренько поднялось и никто мне не сказал потом вот когда я только сняла смотрю такса этого не было что-то такое это начала спрашивать ту и узнала что проблема вообще-то вот какая была что никакого там отсушивания цветов и не могло быть но вот видите нет ну не страшно конечно все будет в порядке но жалко конечно у меня вот тоже как у всех случается смотрите вот такие скрученные листочки у них у нее от того что она у меня ажур ненькая вот я так и не знаю кто она потому что по моему есть и limelight и miraflore так что за синева сейчас поменяю ну вот сняла прям совсем ее с подоконника потому что там из этой лампы никак не могла поймать ее свет цвет а у нее такой вот такой яркий довольно тут смотрю что-то еще и и мигает вообще не понять наверное а вот той лампы как показать ну вот так что вот эта съемка вечером называется видите ну вот смотрите вот она такая вот такого сорта таких но их несколько сортов но вот скажите мне вот с этими вот венками красноватыми на осипалих это кто то что не у всех вот такие неоновая видите серединка нет очень красивая губа такая красная неоновая так смогу показать его красиво и или нет и вот она такая рюшистая и вот у таких рюшистых именно вот что вот бывают такие скрученные листики но фокус фокус не хочет показывать я уже и так и сяк видите вот такие более какие-то с и какими-то рельефами на них вот видите вот 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 видно видите какими-то бугорками вот у меня вот многие из моих таких ажурных вот имеют вот такие листья ну вот эта красотка я прямо она была при покупке было очень мало вот вот были такая видите чуть-чуть вот где-то видно что она же ажуристая а так не очень но смотрите она довольно довольно ажурная да она расцвела что я думала что она вообще вообще классикой но рискнула рискнула и вот она мне нравится конечно жалко вот этого вот бутончика ну ничего вот она красотка если кто узнает вот по губе кто это потому что я вот смотрю на их там несколько там ла лаймлайт мира флор еще какая-то fullers какая-то sunset или что-то еще подскажите если потому что вот их часто можно встретить вот эти красотки ну в стандарте имею ввиду ну вот показала вам что какие изменения тут чтобы уже дневник архома нашел прямо вот прям чтобы не пропускали ничего ни одного изменения до уже все остальное конечно будем тоже смотреть но уже буду делать потихоньку вот ролики с распусками полными и тогда будем видеть и других вот красота которые уже полностью распустились она сегодня все надеюсь что вам было интересно что вы не скучали и мы увидимся очень очень скоро обещаю всем всего хорошего и до скорого пока пока